приветствую вас драгоценная церковь пастор тоже меня попросил сказать свидетельство у меня свидетельство будет на местописание от матфея 5 глава 37 стих который гласит да будет ваше да да дело было так я поехала на море и подходя к остановке я увидела что мой троллейбус выруливает ускорила шаг не просто ускорила скачками там по какой-то тропинке срезать расстояние чтобы успеть на него тропинка это там с камнями и там и буераками а я в таких шлепках на танкетке короче на какой-то камень и я очень сильно падаю я так сильно упала все в крови колени и локти и так стала кругу спойте посмотри говорю что творится и в общем когда я вернулась домой у меня все продолжало болеть и ложась спать я подумала ну думаю к утру наверно ну нормально будет уже все и даже я даже что-то у меня вот мне не помолилась я ничего думаю господину исцелит он же знает вот утром я просыпаюсь я вообще не могу поднять правую руку она еще больше стала болеть и вообще ну вот хоть ложись но ты заворачивайся в одеяло и лежи дальше потому что ну двигаться вообще ну невозможно ну вот как то так получается что когда нас сильно припирает то мы уже начинаем садиться и конкретно с богом разговариваю про себя говорю разговаривать помню было болел у меня бог несколько лет ну как бы терпимо так ну как бы но как чё-то набегу там 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 ой господь за кофе там господью что-то там побаливает прикоснись ну чё это молитва что ли ну а тут уже меня конкретно приперло и я сажусь на кровати и начинаю просить прощения у господа это плечо она у меня побаливала я его надорвала там тяжелым чемоданом когда из россии возвращалась и багаж у меня тяжелый был очень я сажусь и прошу за все прощение господь ты прости меня говорю и я я постараюсь больше вот такие тяжелые вот эти вот чемоданы вещи не поднимать и я я не буду больше бегать за транспортом догонять его и я не буду больше не не удобно обувь носить шлепки вот такие вот ты меня прости пожалуйста господь и помилуй и прикоснись к моему плечу я знаю вообще что все содействует ко благу верующему и как-то однажды было что господь гололед я упала тоже на плечо и тем самым господь не исцелил плечо ну и тут тоже получилось так что после вот этого вот прощения попросила прощения помолилась за исцеление попросила прикоснуться все так серьезный разговор такой с богом был и я получила исцеление слава богу потом проходит какое-то время я собираюсь в магазин и кстати я все шлепки вот которые уличные у меня были я их все выбросила я сказала же богу что я я не буду больше носить эту обувь на улицу неудобную я все выбросила но оставила я одни они новые красивые очень крепкие там столько много ремешков разноцветных и и они подходят под любой тип одежды жалко мне было их выбросить и вот я собираюсь в магазин думаю жарко думаю я надену наверно вот эти вот шлепки то эти но они тоже на танкет но симпатичные все-таки крепкие новые много ремешков красивых надела эти шлепки магазин сходила выхожу из магазина я чувствую что у меня на левой ноге начинают слабнуть ремешки вы думаете что такое то ну вы видите ладно иду так потихоньку дальше я смотрю что у меня все ремешки ослабли и все вышли вот из под подошвы и все в этом больше все невозможно идти я в каком-то недоумении я давай искать что-то там в сумке нашла пакет мне нечем было привязать и я пакетом целлофановым привязала вот левый вот этот шлепок ничего себе иду дальше и у меня начинает слабнуть шлепок на правой ноге все ремешки начинают выползать и я я я что-то думаю у меня второй то пакет чё делать-то что-то вытряхнула я там сумку из пакета привязала я второй шлепок пакетом я еле доковыляла до автобус до троллейбуса своего и там мне надо было на конечной остановке ну пешком еще долго идти я еле доковыляла вот так вот на этих своих шлепках привязанных представляете чё и кому-то может было смешно это все наблюдать но мне было не до смеха и потом когда я дома вот это вот все осознала почему у меня вот эти вот шлепки ослабли пришли в негодность я же сказала господу что я не буду больше шлепки носить вот на улицу я сказала ему и я надела их я в них пошла и вот что вот из этого получилось и мне просто просто даже ну страшно мне дома стала думать чего это было так это было просто так сверх естественно ну это это конкретно но они новые были это просто сделал бог мне вот в назидание ну и вам тоже наверно пусть это будет в назидание пусть ваше да будет да слава господу